Здравствуйте! В эфире программа «События». Мои коллеги и я, Мэри Елчан, расскажем о главных темах дня. Коротко о некоторых из них. Дмитрий Азаров. Объединить усилия. В Самарской области будет создана общественная организация помощи жителям Донбасса. С такой инициативой выступил Александр Баранов, герой России, руководитель общественной организации «Союз генералов Самары». Возглавит новую организацию губернатор Дмитрий Азаров. И сегодня я уверен, что все российское общество объединилось вокруг решения президента страны нашего лидера Владимира Владимировича Путина поддержать Донецкую Народную Республику, Луганскую Народную Республику. Жители этих республик, которые хотят всего лишь одного – сохранить свою жизнь, свою традицию, свой отчий дом, родную землю. Они оказались под угрозой колоссальной агрессии. Разрываются снаряды, мины на земле Донбасса. Гибнут защитники родной земли, гибнут мирные жители. В этой ситуации, конечно, все российское общество объединилось вокруг помощи и поддержки людям, которые оказались в беде. Абсолютное большинство граждан страны поддерживают решение президента. И Самарская область одной из первых заявила о готовности оказать помощь жителям Донбасса. В Ростовскую область из нашего региона сегодня доставлен гуманитарный груз. Это вещи, которые собрали жители Самарской области. Завтра их привезут в Луганскую и Донецкую Народные Республики. А оттуда к нам приедут переселенцы. Готовность пунктов размещения к приему переселенцев из Донецкой и Луганской Народных Республик проверил губернатор Дмитрий Азаров. Здесь создают все условия для комфортного и безопасного проживания людей. Как будет организован процесс, расскажем в сюжете. Так, здесь что, двухместное размещение? Да. Что у нас в оборудовании номер уходит? Значит, ну чайник вижу. Телевизор. Телевизор ждет. Вай-фай. Ну, доустанавливаем все. Ну, в каждом номере? В каждом номере, да-да-да. В пунктах временного размещения переселенцев из ДНР и ЛНР завершаются последние приготовления. Планируется разместить около тысячи человек. Проживать они будут в санатории Колос в Кенель-Черкасском районе, в лагере Космос-2 Красноярского района, на базе отдыха Волжанка в поселке Волжский и в Дубках, расположенных в Самаре. Накануне приезда вынужденных переселенцев в Самарскую область, глава региона проверил готовность пунктов к приему людей. База отдыха Дубки, где разместятся 226 человек, уже имеет подобный опыт. В 2014 году здесь также встречали прибывших из Украины. Все продумано до мелочей. Переселенцы – это пожилые люди, женщины и дети. Глава региона поставил задачу сначала максимально быстро заселить их в номера, чтобы они могли отдохнуть с дороги, а потом, избегая очередей, приглашать для оформления всех необходимых документов и консультаций. Но сначала всем сделают повторный экспресс-ПЦР-тесты. Администрация базы Дубки заверяет, персонал объекта к приезду переселенцев полностью готов и обеспечит радушный прием. В 2014 году у нас был опыт уже проведения так и мероприятий. Персонал относится абсолютно с пониманием. Все готовы помочь, все готовы работать. Переселенцы будут обеспечены бесплатным интернетом по Wi-Fi. В пунктах установят ноутбуки для общего пользования. Предусмотрены и медицинские кабинеты. Губернатор ставит перед ответственными службами задачу проработать все нюансы, каждую деталь. Так глава региона для удобства людей предложила организовать отдельные помещения для хранения багажа, чтобы не заставлять им жилые комнаты. Тогда режим, ключ, камера хранения, выдачи и так далее. Надо это продумать, потому что некомфортно будет. Там просто негде чемодан поставить. Старики, женщины и дети всем должны быть комфортно, особенно малышам. По поручению Дмитрия Азарова, семьям, где есть совсем маленькие дети, выдадут наборы для новорожденных. Детские кроватки у вас есть? Нет? Мы привезем, Виктор Ильич. У нас есть арсенал определенный. Наших соцготинцев, которые у нас с вами по длительности в нашем министерстве. Мы как только поймем по категориям, в моменте из поезда будут мне коллеги сообщать, мы сразу на опережение сюда подгрузим. Сразу постельное белье соответствующее, да, и так далее, и так далее. Нет, конечно, да. Все это посчитано? Да, да. Есть определенный набор для младенцев, условно, кроватки, там, перинаемные столы и так далее, все расходники разные. Для организации питания в пунктах временного размещения готова работа пищевого блока. Сформировано предварительное меню, рассчитан на объем требуемых продуктов, исходя из ожидаемой загрузки объекта. На этой базе питание будет организовано в две смены. Здесь делается меню для взрослых и для детей, чтобы мы с вами понимали. А вы могли рассчитывать запас продуктов, да, исходя из меню, там, на неделю вперед. Мы, понятно, дадим точную информацию по прибытию переселенцев, но совершенно очевидно, что меню, которое требует в том числе согласования, да, специальными службами, с диетологами, подбор, у вас должно быть. Дмитрий Азаров также поставил задачу отладить все вопросы, связанные с образовательным процессом, работы игровых и детских комнат, досугом детей. У ребят должна быть возможность и учиться, и отдыхать. К ним будут приезжать волонтеры, будут организованы экскурсионные и культурно-просветительские программы. Позаботиться об эмоциональном состоянии детей. При необходимости с ними готовы работать психологи. Виктория Шарая, события. До календарной весны остается всего неделя. В то время как аномально снежная зима постепенно сдает свои позиции, дни радуют плюсовыми температурами воздуха, на сотрудников коммунального хозяйства и управляющей компании ложится двойная нагрузка. Необходимо не только в ускоренном режиме избавляться от последствий непогоды, но и своевременно реагировать на обращения жителей. Как в этот зимний сезон решались вопросы по расчистке и вывозу снега, обсудили на круглом столе городские власти совместно с представителями прокуратуры региона. Тему продолжит Ольга Павлова. Такой снежной зимы в Самаре не было с 1955 года, отмечает руководитель департамента городского хозяйства и экологии Олег Ивахин. Сотрудникам коммунальных служб и муниципальным предприятиям Самары, начиная с декабря, приходилось работать в усиленном круглосуточном режиме. Если в дневное время суток на улицы города выходили 170 единиц техники и порядка 250 уборщиков, то в ночные часы их количество увеличивали вдвое. Без внимания старались не оставлять и обращения самарцев, которые ежедневно фиксировал муниципальный центр управления. Тем не менее, власти города признали, справиться с таким количеством осадков иногда было не под силу. Сработал сразу целый ряд факторов. И очередная волна COVID-19, когда львиную долю сотрудников пришлось отправить на больничный, и беспечность автовладельцев, чьи припаркованные автомобили на обочных дорог существенно мешали снегоуборочной технике. Это все мои соседи, это жители этого дома, умели спарковаться. И вот 10 машин на сегодняшний день, они находятся 10 у одного дома, которые зимуют. И занимают то самое место, а самое главное, не дают возможность управляющей компанией это дело убрать. В прокуратуре региона нарушения фиксировали, однако отметили, что их число в сравнении с 2020 и 2021 годом существенно не увеличилось. Более того, в отдельных городских локациях в 2022 году работы по уборке и вывозу снега велись куда лучше, чем в прошлые зимние сезоны. На самом деле из раза в раз число примерно одинаковое, число нарушений. Ключевое здесь обстоятельство, даже если мы видим определенные подвижки деятельности муниципальных образований, абсолютно не видим какого-то прогресса в работе управляющей компании. Найти рычаги давления и заставить работать нерадивые управляющие компании отчасти помогла система наложения штрафов. К слову, сумма взыскания на должностное лицо от 50 до 100 тысяч рублей. В самых запущенных случаях руководящий состав могут дисквалифицировать на срок до трех лет. Правда, некоторые УК санкции не испугались. В то время как снежные массы копились в их дворах, самарцы почему-то ругали городские власти. Принято сегодня критиковать городские власти. Говорить, вы тут не убрали, здесь не смогли. Это уровень власти, который действует сегодня в пределах своих ресурсов. Когда Олег Владимирович говорит о осмотрах техники, когда он говорит о том, что действительно припаркованы в автомобиле, посмотрим причину всего этого. Ну, во-первых, граждане сегодня не понимают, кому предъявлять претензии в связи с состоянием города. Чтобы понять, о чем говорит адвокат Андрей Соколов, нужно вначале разобраться, кто и за что отвечает. К примеру, большие дороги общего пользования действительно в ведомстве городских властей. А вот за уборку внутриквартальных проездов нужно спрашивать с администрацией районов. Что же касается дворов, прилегающих к ним территорий и парковок, здесь вопросы нужно задавать управляющей компании. Так или иначе, нынешнюю аномальную снежную зиму вряд ли можно сравнить с той, что пришла в Самару, например, в 2008-м. У нас не было ни одного дня, чтобы общественный транспорт коммерческий, некоммерческий встал. Ну, не в 2008-м году. Встал, да, так сказать, давайте уже, справедливости ради, нет претензий, так сказать, не от водителей, что невозможно там разворотных площадок. В настоящий момент управляющая компания, которая не справляется со своими обязанностями, призывает к диалогу и настоятельно просит убирать свои территории, не дожидаясь весны. Сброшенными же на дорогах автомобилями решили бороться путем ограничений остановок на парковках. В этом году на 53 улицах введено ограничение по парковке в ночное время. Еще 34 улицы планируют оборудовать знаками «Стоянка запрещена». Ольга Павлова, Николай Сидоров, События. Неисправность дымоходов и газового оборудования, отсутствие тяги, нарушение правил безопасности при эксплуатации газовой системы. Все это может привести к трагедии. Чтобы ее предотвратить, сотрудники газовых служб проводят регулярный осмотр и техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного оборудования. О том, какие нарушения выявляются газовыми службами, расскажет Мария Левина. На первый взгляд, безопасная. Вытяжка над газовой плитой может стать коварным убийцей, если в квартире установлены пластиковые окна и одновременно с плитой работает еще и газовая водонагревательная колонка. Ежегодно в Самарской области от угарного газа страдают около 150 человек и порядка 10 из них погибают в своих домах. Если водонагреватель неисправен или подключен не по правилам, если в кухне установлена принудительная вытяжка, дымовые каналы повреждены или замусорены, нет достаточного воздухозамещения. Это может привести к трагедии. Через закрытые пластиковые окна новый воздух в квартиру не поступает. Давление в ней незаметно падает и угарный газ через обратную тягу снова поступает в помещение. Он может уйти к соседям сверху и снизу. У него нет запаха, не зря его называют невидимым убийцей. Человек теряет сознание, зачастую не успеет заметить и принять меры. Если вдруг дымоход чем-то забит, все не туда пойдет, а сюда в квартиру. Так что самый простой способ – посуду моем, руку подложили, проверили. Выхода горячего воздуха здесь быть не должно. В случае обнаружения, отсутствия тяги или иной серьезной неисправности оборудования, сотрудники газовой службы вынуждены отключать газоснабжение по всему стояку подъезда. Те, кто не пускает работников газовой службы в квартиру и скрывает нарушения, могут навредить своей семье и тем, кто проживает рядом. Факт недопуска в квартиры, в которых имеется нарушение правил пользования и эксплуатации газовым оборудованием – явление нередкое. В таких случаях специализированной организацией оформляются документы, передаются информации в первую очередь в управляющую компанию для обеспечения доступа в данные квартиры и дополнительно отправляется информация в БЖИ Самарской области для применения мер административного реагирования. Постановление от правительства Российской Федерации предусматривает возможность ограничения подачи газоснабжения собственникам, которые допускают нарушения, предусмотренные данным постановлением, и ограничение у них газоснабжения без предварительного уведомления. Поэтому администрация городского округа Самара ориентирована на безотлагательное отключение газоснабжения в квартирах, где выявляется данное нарушение. И в том случае, если собственники не будут предоставлять доступ для ограничения газоснабжения, отключаться будет целый стояк. Мы понимаем, что данные меры кардинальные и пострадают собственники, в квартирах которых нет нарушений. Но кардинальные меры в данном случае необходимы для обеспечения безопасности всех собственников. На территории Самары порядка 9 тысяч многоквартирных домов, оснащенных газовым оборудованием. Это почти 88% от общего количества МКД. Ежегодно сложная работа всех структур и органов власти приводит к сокращению случаев отравления угарным газом. Однако, для их полного исключения необходимо, чтобы в первую очередь сами собственники квартир соблюдали правила безопасности при эксплуатации газового оборудования и ответственно относились к устранению замечаний при плановых проверках специалистами газовых служб. Мария Леевна, Василий Калдашов. События. В Самаре отметили День защитника Отечества. По традиции, на площади Славы к Вечному огню Игоре Леву, скорбящей матери Родины, возложили цветы. В церемонии приняли участие губернатор региона Дмитрий Азаров, глава Самары Елена Лапушкина, представители общественных организаций и жители столицы региона. С подробностями Ольга Павлова. Алые гвоздики и розы он принес к памятнику Устинова не для того, чтобы его поступок оценили или запомнили. Генералу-майору в отставке Василию Сысенко приходилось терять все служивцев, близких и друзей. В День защитника Отечества он, как и прежде, пришел к мемориалу, чтобы вспомнить о людях, которых он больше не увидит, не услышит, с которыми больше никогда не поговорит. Защитник Родины, говорит Василий Васильевич, должен быть примерно таким. Прежде чем Отечество защищать, человек должен его знать и его любить, иначе он защищать не будет. Любить свою Родину, знать свою Родину, за что он ее любит. И не помышлять ни о каком другом государстве, другой Родине, другом каком-то поступке он не должен. В День защитника Отечества цветы к мемориалам возложили во всех районах областного центра. В торжественной церемонии на площади Славы приняли участие губернатор региона Дмитрий Азаров, глава Самары Елена Лапушкина, власти города, представители общественных организаций и жители столицы региона. Наша армия, она великая, сильная и мужественная, потому что нет такого солдата, которого бы другое государство могло победить. Ни один русский солдат ни перед кем не вставал на колени. Он только на колени вставал, когда целовал знамя или получал награду. Впервые дата 23 февраля стала праздничной в 1919 году. Тогда ее назвали Днем Красного Подарка и приурочили к годовщине боев первых красноармейских частей с немецкими войсками под Псковом и Нарвой. Нынешнее название День защитника Отечества появилось в 1995 году, а с 2002 день стал выходным официально. Но даже несмотря на погоду и нерабочую среду, к памятным местам шли люди. И все больше молодежи, у которых свои, но справедливые суждения о настоящих героях бесконечного времени. Лично для себя защитник Отечества – это кто? Какой человек? Опишите. Я считаю, что это патриот, который любит свою страну и там, где он родился, и готов защищать. Ольга Павлова, Максим Гусев. События. Собака или кошка – спор вечен, но бессмысленен. Сегодня, по оценкам специалистов, все чаще люди заводят и тех, и других. И доказывают, дружба между псами и кошками абсолютно возможна. Вот уже 22-й год в нашей стране в феврале отмечают День любви к своему питомцу. Наши корреспонденты узнали, с чего начинается привязанность к братьям меньшим и чем отличаются собачники от кошатников. Ваше имя? Как настроение? Своим хорошим настроением собаки способны заражать. Поэтому с ними и жить веселее, чем без них, объясняет хозяин пули, актер театра кукол Олег Тимофеев. Впрочем, он не планировал заводить питомца, но так распорядилась судьба. Эту собаку я нашел на улице, она ко мне подошла сама. И я говорю, ну все, пойдем ко мне. А вот Елизавета Казакова завела ритмера Джессику намеренно. Год назад пришло понимание, что кроме двух сыновей непременно нужен еще один – четвероногий член семьи. С приходом в дом Джесси все действительно стало иным, отмечает Елизавета. Я не могу жить без животных, я решила завести собаку. Моя подружка, я ее так называю, она со мной спит, мы вместе едим, не знаю, мы гуляем. Она собака-компаньон, неважно, что ты будешь делать, она всегда будет с тобой, всегда будет рядом. Обидел ты ее, там, не знаю, поругал, она все равно придет, попросится, и ты будешь ее любить всегда, она тебя. Многие столетия человек жил бок о бок с домашними животными. Но раньше в этом была житейская необходимость – сохранность вещей и собственная безопасность, защита от грызунов. А теперь люди заводят питомцев скорее из эмоционального порыва. Любовь к тем или иным животным, уверен кинолог. Автор программы «Хочу домой» Виталий Рылеев рождается вместе с человеком на уровне генетики. Чем больше узнаю людей, тем больше нравятся собаки. То есть, я думаю, наверное, сейчас настало такое время, когда люди находят вот эту самую отдушину, они немножко закрываются в себе, закрывают свой мир для общения с другими людьми, но открывают свой мир для общения с животными, собаками, обезьянками, какими-то экзотическими животными. Или кошкам. Кошатников, по оценкам социологов, свыше 40% на планете. По словам Анатолия Головко, характер усатых-полосатых его привлекает больше. Кошки самостоятельнее, спокойнее и более покладистые. Два года назад кота по кличке Кот они решили взять с супругой из приюта. И животное спасли, и друга обрели. Они ничуть не хуже, чем породистые коты, поэтому, если будете заводить домашних питомцев, пожалуйста, сходите в приют, не будете тратить деньги и найдете себе хорошего друга. Жизнь, безусловно, преобразилась с появлением котика в нашей жизни, потому что у нас детей нет, и вся любовь достается ему. По оценкам специалистов, на земле больше собачников, чем любители кошек. По мнению психологов, кошек предпочитают в основном интроверты – внешне сдержанные, не испытывающие потребность покомандовать и склонные к уединению. А вот собачники – наоборот, открытые, компанейские и дисциплинированные. Но сегодня все чаще заводят и тех, и других. Люди, которые заводят кошек, чаще всего они хотят эмоциональной разрядки, они хотят любви и ласки, которые они получают от этих животных. А те, которые заводят собак, они хотят иметь друга и хотят, наоборот, чтобы их любили и защищали, и в свободное время могли даже с ними вместе прогуливаться. По подсчетам аналитиков, почти в каждой второй российской семье имеется хотя бы один домашний питомец. Чаще всего их заводят для социализации детей. И это очень хорошо, комментируют психологи. Сегодня активно развивается педтерапия – метод лечения психики через общение с животными. Ее активно применяют, например, во время реабилитации после тяжелых заболеваний, при работе со страхами и снятии симптомов психических расстройств. Ольга Хомракулова, Гульфия Сафина, Григорий Плешаков, Николай Сидоров. События. Передать всю красоту русской зимы с помощью живописи. Самарские художники презентовали уникальную экспозицию картин, написанных на пленэре. Работа на природе при естественном освещении позволяет художнику с большей точностью отобразить на холсте или бумаге богатство окружающих красок и малейших изменений цвета натуры. О результате расскажет Михаил Ермоленко. Практически все свои картин Евгения Тарасова пишет в студии. Опыт пленэрной живописи, да еще и зимой, для художницы первый. Возможность поработать в таких необычных условиях появилась недавно, рассказывает Евгения, во время зимнего фестиваля пленэра в селе Дубовый умед, на который художница отправилась вместе с коллегами по творческому цеху. Такая техника написания картин – это настоящий экстрим, отмечает Евгения. На улице ты пытаешься быстро работать, потому что мерзнет все, краски вязнут, разбавитель вязнет, ноги мерзнут. И в этом есть определенный такой драйв и определенное настроение, когда ты не позволяешь себе расслабиться надолго, ты сконцентрированный, быстро пишешь работу. Плодом совместной работы самарских художников в технике пленэр стала экспозиция, представленная в Доме журналиста. Интерес к выставке уникальных этюдов под названием «Русская пастораль» проявили не только жители области, но и гости из других регионов. Вот эти картины, которые я вижу, эти этюды, написаны с натуры, и никакой художник просто так по впечатлениям не сможет сделать так живо, так передать это морозное утро, это состояние, это печурка того места, где они находились. Выставка картин «Русская пастораль» проработает до 22 марта. Полюбоваться этюдами, написанными с натуры, смогут все желающие в Доме журналиста по адресу Самарская, 179. Михаил Ермоленко, Василий Колдашов. События. Большая перестройка. Крылья Советов завершили активное зимнее трансферное окно. Состав команды покинули 8 человек, а вот пополнили в два раза больше. Об этом, а также о других новостях в нашей спортивной рубрике. Крылья Советов завершили зимнюю трансферную кампанию. Для клуба она получилась очень насыщенной. 8 человек покинули Самарцев, а пополнили состав 16 человек. 9 из них уйдут в аренды, а оставшиеся 7 будут играть за Волжан. Это нападающие Иван Игнатьев, полузащитники Артем Соколов и Александр Коваленко, защитники Матео Барыч, Фернандо Костанца, Ян Гудков и Илья Гапонов, который пришел из «Спартака» в последний день трансферного окна. А в московский клуб уехал Никита Чернов. Он провел закрыли 75 матчей, забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи. Уроженка Тольятти Дарья Касаткина не сумела пробиться в четвертьфинальный раунд турнира категории WTA 1000 в Дохе. В матче третьего круга Касаткина потерпела разгромное поражение от седьмой Сейны Иги Свентек из Польши. Встреча продлилась 1 час 4 минуты и завершилась со счетом 6-3, 6-0 в пользу полячки. Касаткина ни разу не подала на вылет, допустила две двойные ошибки и реализовала один брейкпоинт из четырех. На счету Свентек ни одного эйса, две двойные ошибки и пять реализованных брейкпоинтов из пяти. Минифутбольный клуб «Динамо Самара» снимается с розыгрышей Суперлиги и Кубка России сезона 2021-2022 в связи с тяжелой финансовой ситуацией, сложившейся в клубе. С соответствующим письмом клуб обратился в Ассоциацию мини-футбола России. В оставшихся матчах «Динамо Самара» будет засчитано техническое поражение со счетом 0-5. В Суперлиге команда успела провести 20 игр, в которых одержала 8 побед и один раз сыграла в ничью, и занимала шестое место. А в Кубке России самарцы вышли в полуфинал, где должны были сыграть против Синары из Екатеринбурга. На этом наш выпуск завершен. Все наши новости читайте на официальном сайте Самара ГИС, в Телеграм-канале и на страницах в социальных сетях. Всего вам самого доброго и до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова